Знаете, как мы разработали формулу? Еще за Тито, и у меня нет ностальгии за Тито, но это уже другая история. Братство и единство. В определенной мере оно функционировало на грязных шутках. Расистских шутках. Мне кажется, расистские шутки сыграли великую... Можете себе представить, как меня почти линчевали в американском кампусе, когда я говорил это. Они сыграли великую роль в прогрессе. Например, мы, славянцы, были и есть... Меня всегда удивляет политически неверное наблюдение того, насколько же правдивы клише. Ну, это другая история. Мы, славянцы, должны быть жмотами. Знаете, люди, которые не любят тратить деньги. Да, это правда. Конечно, это правда. Я это использовал, когда был в Люгославской армии. Знаете, что я сделал? Всего однажды я пригласил своих товарищей по оружию на пиво. И купил им пиво. И потому, что они воспринимали меня как славянца, я стал легендой. Славенец, который не жмот. И это была моя лучшая инвестиция за весь год. О, тот хороший славенец. Меня так называют. Какова наша обычная шутка? И мы и вправду такие. Сказочная магическая сущность, которая исполняет желания, пришла к славянскому фермеру и говорит, я сделаю все, что ты захочешь. Просто запомни. Тоже я сделаю твоему соседу дважды. И знаете, что ответил славянский фермер? Лиши меня одного глаза. И это базовый славянский принцип. Если я получаю немножко, но сосед получает больше, нет, лучше я потеряю немножко, чтобы сосед потерял больше. Вот такие мы славянцы. Вот. Тогда немедленно встрял мой друг с Черногории и сказал, знаете, в Черногории у них случаются землетрясения, а по клише они лентяи. Можете представить себе его историю. Знаете, как Черногория смастурбирует? Он роет дырку в земле, вставляет туда пенис и ждет землетрясения. Он слишком ленив. Но вы видите, как это работает даже сейчас. Вот сейчас мы становим братство и единство. Так это работало. И теперь я дошел до точки к кульминации. Лучший опыт. Такого, абсолютно чистый опыт. Я писал об этом в одной из своих ранних книг, и я уверен, вы этого не знаете. Оно даже не переведено. У меня был друг албанец. Солдат в Югославской армии. Мы были почти друзьями. Становились друзьями. Но чего-то не хватало. Мы все еще были такими официальными, холодными друзьями. С уважением. И он сделал первый шаг. Я не знаю, расистское ли это клише, но... Мне сказали, что с тобой я могу шутить про все, кроме твоей мамы и сестры. Нехорошо тебе говорить, я трахну твою мать. Или что-то такое. Так вот. Одного утра он подошел ко мне, и я впал в шок, потому что он был интеллектуалом. И он сказал мне, я ебу твою мать. И я понял, в чем было послание. Послание гласило, давай станем настоящими друзьями. Я принял логику, поверьте мне. Поверьте мне, у меня никогда не было проблем с ответами грязным на грязным. Моим немедленным ответом было... Можешь продолжать, как только я закончу с твоей сестрой. Окей. И знаете, что случилось после этого? Случилось этическое чудо. Мы стали друзьями. И это не то, что вы подумали, что мы часами рассказывали друг другу грязные истории. Нет. Мы обои были интеллектуалами. И он был умнее. Мы были холодны. И просто, чтобы напоминать друг другу, что мы настоящие друзья, мы разработали чудесный маленький ритуал. Каждого утра, когда мы встречались, замес говорить привет, доброе утро, мы даже все полностью не повторяли. Он просто говорил мне, мать, а я ему сестра. Просто напоминание, что мы все еще друзья. Меня всегда поражала эта двусмысленность непристойностей. Просто, чтобы вы поняли, что я хороший феминистский парень. Я не говорю, что эти шутки разрешат все проблемы. Потому что, господи, первая реакция феминиста, и это будет для вас тестом. Представьте себе, что вы феминист. Спросите себя, почувствовали ли вы немедленно, что не так с этой шуткой? То, что так или иначе, это мужской пакт об обмене женщинами. Нет. Нет? Хорошо, и теперь я хочу попробовать обратное. Я феминист, и мне хотелось бы услышать, как две женщины говорят папку ебу, или как только я закончу с твоим мужем. Это был бы феминизм для меня. С удовольствием. Тогда вы хороший феминист. Простите, простите. Десять лет назад, когда война заканчивалась, когда я рассказывал эту историю в Соединенных Штатах, женщина из Сараева, которая оттуда бежала, напала на меня, типа, «Что это вы такое говорите? Мы в трагической ситуации, а вы советуете нам сквозь границы, сквозь фронты рассказывать друг другу грязные шутки?» А я ответил ей, «Простите, но что в этом плохого?» Если бы вы делали это заме стрельбы друг в друга, что в этом плохого? Здесь мы вступаем в иной, более зловещий уровень непристойности. Меня это поражало. Я ненавидел это в Югославской армии. Почему? Честно признаться, я как личность, я немного неофашист. Я люблю порядок и дисциплину, всегда и везде, даже в любовной жизни. Моя любимая цитата Лакана, это «Моя возлюбленная никогда не опаздывает на встречи, потому что как только она опоздает, она больше не моя возлюбленная». Должен быть порядок. Так вот, я пошел в Югославскую армию с большими надеждами на то, что там будет порядок. И некоторые из вас достаточно взрослые, чтобы там отслужить. И под покровом порядка там был единый громадный хаос с оскорблениями, непристойностями, шутками. Мне понадобилось много времени. И я скажу вам кое-что еще, что я упоминал лишь единожды в своей английской книжке, так что я уверен, что вы об этом не знаете. История докторского осмотра, свидетелем которого я стал. Это же лучшая история. Там есть идеология в своей начистейшей форме. Это было почти на уровне какого-то прозрения. Я понял, что такое власть. Это случилось в Карловатце, Хорватии, близко к славянской границе. Я был там. У нас не было настоящего, как это, настоящего медпункта. У нас был лишь студент-медик, на случай, если кто-нибудь из нас слегка поранится. Он спал в комнате, в которой... вы поймете, почему это важно. В той комнате была раковина для мойки, а над ней, на зеркале, лежали еще с допорнографических времен фото полуголых девчат. И совсем-то и порнография. Поймете, почему это важно. Раз в неделю к нам приходил доктор с военного госпиталя и проводил коллективный осмотр. Мы стояли в строю, и каждый из нас должен был выйти и сказать, что с ним не так. Окей. Я был там, и совершенно случайно кое-что мистическое случилось. Один парень вышел и сказал, как говорят на вульгарном сербо-хорватском, что у него боль в пенисе. Но на сербо-хорватском он сказал, боли мекурец. И значит, это также кое-что иное. Типа, пошел нахуй, что-то такое. Это уже всех рассмешило. Но тогда врач спросил его, что ты сказал? Он сказал, не-не-не, я серьезно. И врач сказал, хорошо, раздевайся. Он сделал это и сказал, проблема в том, что мне очень болит кожа на головке. Я не могу ее оттянуть. Тогда врач сказал, окей, покажи мне это, оттяни ее. Не болит это. Ты можешь это сделать. Солдат сказал, нет, болит это только, когда у меня эрекция. Тогда? Да-да, это даже хуже, чем вы думали. Тогда врач сказал ему, ладно, дрочи, подрочи, сделай это, подрочи. И вот случилось что-то абсолютно грязное. Парень мастурбировал, пытаясь добиться эрекции, конечно, это не сработало. Тогда врач подошел к тому зеркалу, взял фото, показал их солдату и сказал, смотри, какопитька, смотри, смотри, дрочи, 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 смотри на это, что ж ты за мужик? И тогда, до меня дошло, в то же время, доктор смотрел на нас и начал смеяться. Это была наиболее гнетущая непристойная солидарность. Но это совсем не то, что шутка с моим албанским коллегой. Это полностью вот как функционирует власть. Субтитры создавал DimaTorzok.